Стройность любой ценой звучит как слоган для большинства диет, написанных в газетах, журналах, которые мы читаем в интернете. А тут еще и весна распахивает свои двери, заставляя худеть нас все быстрее, забывая о том, какой вред мы можем принести своему здоровью неправильной диетой. Добро пожаловать на канал Новая Медицина, с вами врач-эндокринолог-диетолог Кушкина Вероника Витальевна. Существует множество разнообразных диет. Сытные, белковые, углеводные, гречневые, кефирные и так далее. Одной из самых древних диет является низкоуглеводная или белковая диета. Ее в свое время использовали атлеты в Древней Греции, чтобы прийти в форму перед соревнованиями. Они отказывались от круп, каш, хлеба, заменяя их тем самым на мясо и рыбу. У этой диеты существует большое количество плюсов. Она не вызывает чувства голода, хорошо подходит молодым людям, ведущим активный образ жизни. Также на этой диете довольно быстро происходит снижение веса. И что самое важное, вес снижается за счет жировой массы, а не за счет мышц. Но не спешите радоваться, те, кто уже пошел жарить шашлыки. У этой диеты есть еще свои противопоказания. Во-первых, данная диета несбалансирована. Из-за недостатка витаминов, микроэлементов, углеводов, нужных нам жиров, возникает нездоровый цвет лица, могут выпадать волосы, ломаться ногти, сушиться кожа. Девушки, обратите на это внимание. Вследствие повышенного потребления белка возникает большая нагрузка на почки. И данная диета противопоказана людям, у которых есть мочекаменная болезнь и хронические заболевания почек. Также данная диета противопоказана людям с желудочно-кишечными заболеваниями, такими как панкреатит, холецистит, а также с обменными нарушениями, такими как подагра. Повышенное потребление белка вызывает усиление тромбообразования. Поэтому пожилым людям, а также людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, данная диета противопоказана. Одной из популярных диет, особенно у молодых девушек, является голодание. Голодание – это прекращение поступления пищи извне. Организм недополучает нужные ему жиры, белки и углеводы, тем самым разрушая, расщепляя собственные ткани – жировую, ну и мышечную, и соединительную. При выходе из голодания организм с удвоенной силы начинает накапливать новые жиры. Говоря простым языком, он испытывает стресс, и тем самым он запасается на случай нового голодания. Голодание показано людям перед некоторыми операциями на желудочно-кишечном тракте, а также людям с крайне высокой массой тела. Крайне высокой массой тела считается масса от 140 кг. Такое голодание возможно только под присмотром врача и не более 2-3 дней. Также выходить с такого голодания нужно постепенно. Следующей популярной диетой, которая может подорвать ваше здоровье, является монодиета. Это такой вариант диет, при котором мы употребляем довольно длительное время, одну-две недели или даже больше, какой-то определенный вид продукта. Гречневая, овсяная, кефирная, яблочная, арбузная – это все варианты монодиет. При такой диете в организм не поступает нужное количество питательных веществ, микроэлементов, витаминов, белков, жиров и углеводов. Конечно, если мы посидим один денек на кефире, ничего страшного не случится. Но если это происходит постоянно, в течение продолжительного времени, мы можем скинуть не только лишние килограммы, но и подорвать свое здоровье. А при выходе с такой диеты килограммы вернутся вновь, еще и с плюсом. Например, при грейпфрутовой монодиете цитрусовый сок раздражает стенки желудка и может вызвать такое заболевание, как гастрит. При арбузной монодиете избыток жидкости может дать осложнение на почке, также вызвать нарушение водно-электролитного баланса, что может привести к отекам, плохому самочувствию и дальнейшему длительному лечению. Такие диеты я не рекомендую никому. Важно понимать, что принципы правильной диеты категорически исключают губительное влияние на организм. Врачи-диетологи и эндокринологи должны выстраивать вашу диету, исходя из состояния вашего здоровья и образа жизни. Такая диета не должна приносить невыносимое чувство голода, а также доставлять дискомфорт, слабость, недомогание. В следующих выпусках по диетологии мы поговорим о раздельном питании и таблетках для похудения. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. До встречи! Питайтесь правильно! Субтитры подогнал «Симон»!